Москвичи могут столкнуться с приостановкой онлайн-переводов, об этом предупреждают эксперты. Сложности могут возникнуть даже при перечислении денег на свой же счет в другом банке. Если транзакция вызывает подозрение, кажется мошеннической. Что именно должно вызывать подозрение банковских работников и какими способами на самом деле злоумышленники сегодня пытаются украсть деньги у граждан. Об этом Владимир Дементьев. Москвичка Дарья Беседина этим летом прошла непростой квест. В начале августа все ее банковские счета оказались заблокированы из-за подозрительных переводов. Да еще и угодили в черный список ЦБ. Оказалось, что транзакции проводил банк, в котором Дарья счетов не открывала. Никакой информации нет для клиента. То есть ты не можешь даже узнать, по какой причине ты попал в эту базу. Все под бриком секретным. Процедура открытия этого счета, называется упрощенная идентификация, и на мое имя был открыт счет, и выпущены две карты, и адрес регистрации был указан какой-то другой, принадлежащий мне, и мобильный телефон был указан, тоже какой-то неизвестный для меня. На решение проблемы ушло несколько недель. Пришлось писать и в полицию, и в банки, и в ЦБ, ведь именно туда в итоге поступает информация о подозрительных счетах и клиентах. В итоге все ограничения были сняты, и даже удалось выяснить, как мошенники открыли счет на чужое имя. Более 50 российских кредитных организаций выпускают электронные кошельки. Электронные кошельки выпускаются дистанционно. Это такой медобанковский счет с некоторыми ограничениями на суммы и типы проводимых операций. Но вы знаете, что последние годы откуда только не утекали паспортные данные клиентов. Они утекали из самих госуслуг, они утекали из банков, они утекали из других сервисов. Проверить, не открыты ли на ваше имя такие электронные кошельки, можно через Федеральную налоговую службу, через услугу «Запрос сведений о банковских счетах». А чтобы создать дополнительный барьер на пути мошенников к сбережениям россиян, в июле в силу вступили поправки к закону о национальной платежной системе. По новым правилам кредитные организации должны приостанавливать перевод денежных средств на 48 часов, если обнаружены признаки мошеннических действий. Банк не может блокировать никакие переводы. Банк выполняет те поручения, которые ему дает его клиент. Но вот такие механизмы помогают защитить и уведомить человека, что вот эта операция может быть мошеннической. Если клиента не предупредить, не приостановить операцию и перевод уйдет мошенникам, банку придется как минимум вернуть человеку потерянные средства. А возможно еще и участвовать в судебных разбирательствах в рамках уголовных дел. Поэтому кредитные учреждения перестраховываются, останавливают транзакцию при малейших подозрениях. Тем более есть клиенты, которые сами передают свои реквизиты третьим лицам. Есть дроперские счета, когда люди открывают счет, выпускают карту, которые потом отдают доступ другим участникам за деньги. Это запрещено, запрещено передавать карту, но, к сожалению, многие студенты, в большей части, страдают, скажем так, в кавычках, пытаясь заработать там 15-20 тысяч рублей. Заморозить могут и переводы между счетами в разных банках одного физического лица. Возможных причин тут много, и это не только действия мошенников, но и перевод с нового устройства, подозрительная геолокация, нетипичное время транзакции и размер суммы. Но в этом случае банк обязательно должен связаться с клиентом и предупредить о проблеме. А клиент может прийти в любое отделение банка и лично подтвердить, что перевод совершает именно он, и не под давлением мошенников. Или выждать 48 часов и повторить попытку. Владимир Дементьев, Москва, 24.